Да, а я тебе про Телеграм, это в Телеграме, но сейчас еще в WhatsApp скинуто. Сергей Валерьевич, как слышно, прием? Слышно тебе, хорошо. Слышно, хорошо. Мы сейчас попытаемся подключить Гильбо. В Телеграме посмотри, контакт где-то Гильбо. Где, если его у меня нет? Я тебе его скинула, в личное сообщение, в Телеграме. Хорошо, оставайтесь на связи. Для улучшения качества обслуживания идет видеозапись. Сейчас на проводе Сергей Валерьевич Снисаренко. Можете, Людмила, поприветствовать в аудиоформате. Прием, прием. Приветствую, приветствую. Всем здравствуйте. Приветствую, приветствую, Людмила. Гильбо. Так, новый контакт. Что надо с этим сделать? Блин, вообще непонятно. Ответьте. Добавить контакт. Добавить. Готово. Готово. И куда готово? Куда оно ушло? Так, вот новый номер пришел. Сохранить в контактах. Гильбо. Гильбо. Так. Он не добавляет, пока его в Телеграме даже не активируют. Номер заканчивается на 4433. Правильно? Да, да, да. Ну вот, я его добавил. Нет активации. Может, подождать, наверное, какое-то время. Сергей Валерьевич, скажите, пожалуйста, вы видели стрим вокруг Кремля, правое вращение? Нет, Ярослав не слышал. Не слышал. Потому что, да, сейчас занят был, сейчас веду, заканчиваю построение нового ядра. Практически все время уходит на это. И что еще интересно, тут все с последними событиями, значит, разные изменения происходят. Необходимо тоже реагировать. Поэтому я, как бы, вот, и в теме своих новых технологий, да, информационных, и, собственно говоря, в этом живу. Так, а как вы тогда будете принимать участие в передаче? Насколько вы информационно подкованы и находитесь в тренде событий? Ну, во-первых, все, что сейчас происходит, не было известно давно. Но в 1910-2011 годах, когда я открывал качественно, ну, как качественный состав электронной индукции в речи, то я как раз анализировал смысловые конструкции слов, ну, допустим, не назвать, там, слово «Россия», да? Что это такое? Все же понимают, что такое «Россия», да? Так вот, в этом слое зашифрована вся информация, которая происходит с Россией во всех, ну, скажем, качественных характеристиках. То есть можно узнать все про Россию, да, что там. Так вот, я, как-то, взял слово «Украина», я тоже стал рассматривать, и когда увидел все картины, то мне показалось это ужасным. Вот, я подумал, может, это относится к, ну, какому-то историческому, к каким-то прошлому, да? Вот. Вот, но там, вот, явно указание было на то, что это будет происходить в том контрольке, да, где ДВОФ и Донецк будут присутствовать в одном построении. Вот, и тогда я помню знакомым дончанам сказал рассказывать, что я вот новые технологии смотрю, я, значит, получил такую информацию, что у вас там надвигаются такие события. Сейчас они с арендой говорят. Они уже не усмели меня, сказали, что, значит, у нас не дадут все проявления, например, но в прошлом году. И на самом году, и у нас, как бы, все хорошо. Вот, и я тогда подумал, начитался всякая идея, да, чего только эти, как бы, технологии новые, так сказать, не дадут на горах. Ну, а потом, вот, видишь, все это, ну, поехало, пошло, поехало. Вот. Ну, я в курсе всех событий, потому что, по-настоящему, на-то, обязательно, на свозке с той и с той стороны, вот, и имею представление о происходящих событиях в полной мере. Потому что у меня есть еще и третья сторона, да, третий источник, да, у которого ни у кого нет. Сергей, я делал сюжет, и там, да, 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 прошу прощения, я выключал микрофон. Я делал сюжет и говорил, что в 2007 году у меня на листовке было написано «Научим мир говорить по-русски». Подразумевая, что будут развиваться собственные чипы, собственная архитектура твердотельных процессоров, собственная архитектура и построение. И, конечно же, там будет русский программный код. И мир выучит русский язык сначала как программиста, а потом, конечно же, раскручивается все культурное наследие русского языка. Да, вот он как раз уже создан, и мы делаем программу на этом коде языком. Да, и я подразумевал, упоминал еще тогда, не зная, по-моему, мы даже не были знакомы, что появится такой человек, который расскажет, а в чем уникальная особенность, в чем принципиально никем в мире такое не воссозданное. И именно в России это стало возможным и реализовано, и ты как носитель и продолжатель этой школы. Акцентируйте внимание. Да, да, да. Ну, я напомню, еще 2017 год, где мы с тобой выявили, да, 5 направлений развития России, да, в новых технологиях. Это создание новой энергетики, то есть новых устройств, генерации электрического тока, создание новых средств для движения в пространстве. Создание нового материала видения на основе ядерного синтеза, создание новых средств для связи с четных устройств и создание автоматизированной платформы развития России, которая построена на возрастном принципе, то есть права и обязанности по возрастным категориям. Да, вот, да, у меня дали телефон Гильбо, сейчас я ему наберу. Единственное, нужно сейчас снять, подзарядочку, секундочку. Техническая пауза. Я не могу даже проверить, какое там качество в трансляции. Трансляция уже запущена. Так, я присоединился, жду сейчас подтверждение Гильбо. Ну, он написал, прием, это Ярослав, но я ему в WhatsApp написал. Слушай, радиотрансляция идет, мне открыть там час должен идти, да? Трансляция идет. Это правильно будет, если я буду реагировать на час тоже? Прием, тормозит, где Гильбо, дикий тормоз. 56 зрителей нас смотрят. Конечно, ты заходи на канал Глобальная Волна, на главной странице в прямом эфире. Звук там выключи, а чат ты будешь видеть и реагировать на аудиторию. Людмила попросила уже, как бы, тебя начинать, вводить в тему, но мне приходится иногда технически перебивать, понять, как технически подключить Гильбо. Ты с ним уже беседовал? У тебя есть его контакт? Не, Серж. Я? Да, 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 Серж. Не, я не беседовал. Не, вообще я с ним беседовал, но по полу веку он очень беседовал. Он дозвониться по скайпу не может. Куда он... А он же за границей находит? Мы, пока он сам не огласит, мы не можем за него что-то оглашать. Времена военные, ты же понимаешь, надо все изоповым языком, аккуратно, между струй, как Микоян, как Микоян. Вот, я Петру Кривай-Хижину, говорю, пришлите мне скайп Евгения Витальевича, и я его добавлю в беседу. То, что мне предыдущее присылали, я же звоню, а люди не отвечают. Значит, может быть, какие-то другие. И все, что мне присылали, я же добавил. То есть, пришлите точное название. Стрим посмотри, говорят, стрим посмотри. Тормозит, блин, ребята, прерывается стрим. Ребята, отмотайте секунд на 10-15, и будет порядок. Здравия всем. И звук, как через стену. Прекращайте диалог, исправьте канал. Все, пора сваливать с Ютуба. Привет всем. Если какие-то вопросы по теме стрима или по любой теме, пишите. Сергей, ты как нас слышишь? Ты нормально нас слышишь? Я вообще вас шикарно слышу и вижу. Все просто отлично. Ага, ага. То есть, это мы можем предполагать, не у нас канал связи лагает, а что-то происходит на магистрали. Потому что от тебя картинка идет устойчивая и звукоустойчивая. Да, и от тебя тоже картинка идет отлично, и звук прекрасен, и все. Пиши ему напрямую. Так, вот, Крислава. А, вот Гильбой, я его добавлял. Так, ответить, копировать, ответить. Вот, я пишу, дайте название, как в скайпе найти, добавлю в группу. Да, Сергей, возможно, будет проблема, что если звук зависает, возможно, это все-таки и у нас может быть проблема. Все-таки здесь ставка главнокомандующего. Ты нас слышишь, прием? Да, конечно, слышу. Вот, ну, будем считать репетиции, и в следующий раз произведем, конечно, более качественно. Скажи, пожалуйста, пользуюсь технической паузой, ожидая Гильбо, а ты присматривался к использованию программы ОБС, которая тебе позволяет самому быть режиссером монтажного стола? Да, конечно, я работаю с ней. Ага. Но здесь, понимаешь, проблема какая? Она настолько грузовая, да, что колоком не удерживает. Сейчас. Понимаешь? Понимаешь? То есть, ну, если ты вдруг захочешь что-то подсадить, подключить туда-сюда, то она настолько тяжелая, что все кипит просто. Людмила, да, вот мне в чате написали, что вроде бы его ник Евгений Гильбо, я сейчас открываю скайп и пытаюсь... В чате скайпа он пишет. Какой ватсап? Мне его нет, наебать. Мне сказали скайп. Да что это? Он в этом. Евгений Витальевич. Вот единственное. Добавить. Звонок. Так, ну я могу что-то поговорить. Если публика слышит, то вы готовите. Я могу вам что-нибудь интересное рассказать. Неинтересное, а по теме? По теме. Людмила говорит неинтересное, а по теме. Ну вот я думаю, что зрители и Петр Кривохиржин, и Людмила в прямом эфире вы видите, что я пытаюсь дозвониться до Евгения Витальевича. Но если по теме... Вот, есть подключение Евгения Витальевича. Вы тогда вопрос задавайте, что у вас написано? Секундочку, секундочку, Сергей. Алло. О, прекрасно слышно. Итак, я начинаю сейчас запись. Сейчас найду, где эта кнопочка запись. Подскажите, где запись? Нужно найти. Запись, вот она, запись. Ой, меня вообще слышно или едите? Вообще слышно шикарно. Да там какой-то попугай сидит. Попугай, это Людмила в телефон на проводе находится на прямой с нами линии, организатор. Низкий поклон. Евгений Кривохиржин, который организовал эту конференцию. И сегодня беседа людей, которые, ну не могу сказать, что претендуют, а своим жизненным путем показывают некое здравомыслие. И этим с помощью цифровых технологий могут делиться с другими. И разговаривая друг с другом находить вибрации, взаимодействия. И посвящено это, конечно, той теме, которая волнует всю планету. Сергею Валерьевичу Снесаренко мы с ним провели почти многие годы совместно плечом к плечу, спиной к спине. И Сергею Валерьевичу передаю слово введения как ведущего. Сергей, тебе слово. Да. Ну хорошо, давайте я начну. Все знают из средств массовой информации, то есть что произошло, как все происходит. Вот, а давайте мы посмотрим версию, а что же происходит на самом деле. Представь Евгения Витальевича Гильборг. Представь Евгений Витальевича Гильборг, пожалуйста, начиная нашу передачу обращения к зрителям, ты читаешь комментарии, пожалуйста. Да, у нас на связи Евгений Витальевич Гильборг, мощный аналитик. Я с ним знакомый, проводил некоторые аналитические программы. В общем, в общем, восхищен глубиной его сознания, его багажа. Есть, конечно, некоторые противоречи у нас, на взглядах, на расходящую действительность. Но это ни в коем мере не мешает, а наоборот дополняет. Я тогда отключу. Давай, давай. Значит, вот здесь вот пишет в какой-то церенка области эксперт. Я тоже представлюсь. Я являюсь создателем алгоритмов природоподобного интеллекта. Это такая штука, которая называется искусственное мышление, или искусственный мост. Ну, или можно назвать это клантовый компьютер. Например, на просторах глобальной волны в 17-м году был такого рода прибор создан и представлен срок от публики. Он сейчас в открытом режиме работает. Пожалуйста, называется счетчик Пифагора. Каждый может взять, но не каждый может пользоваться. Ну, и очень большое количество программ созданного вместо использования алгоритмов природоподобного интеллекта. И эти программы находят сверхпользователи. Они, правда, неприличны, потому что такого рода продукта нигде не встречаются. Не за границей. Сергей Валерьевич, тема Украины. Сергей Валерьевич, тема Украины и экономим время Евгения Витальевича. Тебя я всегда могу вывести в эфир. А задача ведущего это раскрыть гостя. Пожалуйста, Сергей. Значит, давайте так. Итак, тема такая. На протяжении веков была такая проблема, что Украина существовала отдельно от формирующейся России. и потом, значит, в какой-то период, это был 17 век, значит, вдруг Украина начала проситься в состав России. Было несколько просит, и все они ответвались по причине религиозной. Соответственно, вот этот момент, он затянен, нигде, в общем-то, особо сильно нет. Я выключаю микрофон, вас слышно. Идет запись сейчас на... Идет, продолжается запись программы Скайпа. Идет запись программы ОБСа. Поэтому я восстановлю прямой эфир, и потом мы выложим в записи в хорошем качестве. Поэтому для нас это абсолютно технический момент. Просто когда подсоединяю, я сделаю сейчас новый прямой эфир, я скажу, что опять идет запись, и вы поймете, с какого места, может быть, надо будет повториться. Хорошо. У меня, значит, вопрос Евгению Викторовичу. Знакомлю он с этой информацией, и можно ли раскрыть причину того, почему же Дума не советовала царю присоединять Украину к России? Значит, мы начнем с того, что я вот эти сказки обсуждать не готов. Просто потому, что я в свое время, когда в Академии наук работал, работал в институте исторического профиля, я в курсе происхождения всех этих сказок, то есть, это чистый толкинизм, и внизу не стал преподают или не преподают его в школе, в реальности он имеет очень отдаленное отношение. Поэтому я бы не углублялся в историю, оставим это так Павлию Путину, который любит читать весь этот толкинизм, и потом рассказывать на пресс-конференции. Значит, давайте обсуждать все-таки то, что есть сейчас, вот, а не значит, эти самые истории, потому что какое было вероисповедание на территориях, которые потом назвали Украиной, книги, 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 книги.